Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великий музей мира. Ян Стэн. Больная. Около 1666 года. Холост масла. 76 на 63. Лейденский художник Ян Стэн, испытывавший интерес к эпизодам и жизни обычных людей, изобразил на этой картине вроде бы простую сценку. Сидящая в кресле девушка прилегла на подушку, лежащую на столе, а мужчина, по-видимому, врач, считает ее пульс. Но Стэн был насмешливым живописцем и проявил остроумие на этот раз. Хорошенькое личико больной, в кавычках, не болезненно разрумянилось. Глаза смотрят хитро, а Ротик отлыбается. На девушке нарядный жакет и юбка. А врач? Врач одет для своего времени старомодно. На нем костюм театральных актеров, игравших в комедиях неумелых лекарей. На ножной грелке, из которой вытащена плошка с углями, стоит колба с мочой. Исследуя ее, пытались определить, не беременна ли женщина. Причем во времена Стэна считалось, что этим методом пользуются шарлатаны. На стене висит лютня, символизирующая любовь, оставящая на заднем плане ночной горшок и свеча, будучи изображенными в комнате, где находятся мужчина и женщина. Плотскую страсть. Еще не остывшие угли жаровни могут быть истолкованы, как намек на сердечную пылу. Таким образом, речь должна идти о мнимой больной. А вся сценка является одной из столь популярных живописей голландских художников 17 века и иллюстраций к пословице. Там лекарство не поможет, где замешана любовь. Известно, что Стэн написал около полусотни картины любовной горячки. Занимавший, кстати, ученые умы того времени. И даже ставший темой ни одной докторской диссертации в университете Лейдена. Вот такое описание к работе «Больная». Около 1666 года. Автор Ян Стэн. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...